Шаббат шалом Мы благодарим Тебя за Слово Твое, за Тору, который Ты нам дал. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, презрел на нас, и Ишуа, живая Тора, вошла в нашу жизнь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Боже. И мы благодарим Тебя, Господь, за эту милость. Мы просим Тебя, Боже, пусть Твое Слово, которое живо и действенно, оно будет просто производить работу в каждом из нас, чтобы привести нас к той цели, которую Ты приготовил. Во имя Ишуа. Амин. Давайте мы... Вообще-то сегодня я опять здесь, был на прошлом шаббате, и сегодня, но это не благодаря, а вопреки. Я тоже хочу сейчас попросить помолиться вместе со мной за Сережу Стаценко, который чуть-чуть приболел. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил его и дал ему полное исцеление и восстановление. Мы просим, чтобы он радовал нас, Боже, комментариями, которые, чтобы он радовал нас своим служением и радовал Тебя. Амин. Итак, недельный раздел Торы, который мы будем разбирать, называется Аазину. То есть, в прошлый раздел мы говорили о том, что Моисей поднялся на гору, помните, да? И Бог призвал Иисуса Навина, и Он сказал, научи Израиль песни, которую в этой главе конкретно и разбирают. Итак, недельный раздел Аазину, 53-й раздел Торы и 9-й раздел книги Второзакония. Своё имя получил по первому слову текста. И мы не будем разбирать саму песню. Я ещё раз, потому что песня очень большая. И в этой песне мы можем встретить множество аспектов. Там говорится и о верности Бога, и о измене Израиля, о том, что Израиль отступил, и о том, что будет ждать Израиль, когда он отступит от Бога, и о том, что Бог вспомнит об Израиле и вернётся, и просто защитит и спасёт остаток. Но я хочу акцентировать на последних стихах. Это 32-я глава, 44-й и 52-й стих. Итак, что же происходит там? Бог говорит Маше. «И говорил Господь Моисею в тот самый день, и сказал, «Взойди на сию гору Аврим, на гору Нева, которая в земле Моавицкой против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую даёт владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которую ты взойдёшь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых, при водах Меривы, в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явились святости мои среди сынов Израилевых. Перед собою ты увидишь землю, а не войдёшь туда, в землю, которую дают сынам Израилевым». Вы представляете себе, кульминация, кульминация жизни Моисея. Он стоит на горе, он видит то, что говорил Бог, обещал, куда идёт народ Израиля, а Бог ему говорит, увидел, вкусно, облизнулся, туда не войдёшь, умрёшь. Кажется, что ж такое, Господи, что же происходит? Знаете, я хочу сегодня поговорить о мышлении. Я хочу сегодня поговорить о мышлении, потому что мышление, оно формирует наше восприятие мира. А наше восприятие мира, оно формирует реакцию на то, что происходит вокруг, и на наше действие в этой ситуации, на то или иное, ну, то, что мы видим. Понимаете? То есть, что мог сделать Моисей? Моисей мог обидеться и сказать, Господь, ну как же так? Сколько лет я тебе служил? Сорок лет я бродил по этой пустыне с этим народом. Столько я делал хорошего, а ты, что же ты мне сделал? Ну почему, Господи, за что? Заметим, Моисей так, мы не знаем. Может быть, внутри у него что-то-то и было, но он не выразил это. Наше мышление. Наша цивилизация, она основана на греческом мышлении. То есть, во всем должна быть логика. То есть, причина-следственная связь, вы понимаете, да? Черное, белое, хорошее, плохое, добро, зло. Ну, пример, давайте мы сделаем пример. Ребенок получил в школе двойку. Это плохо? Ну, конечно, плохо. Как же так? Успеваемость никакая. На него учителя ругаются. Все говорят, что у тебя сын двоечник или дочь двоечница. Что ж такое? Он не выучил занятия, он потерял что-то. Плохо, да? Что мы делаем? Мы с ним проводим профилактическую беседу, да? Мы разбираемся, почему же это все происходит. Ага. Почему получил двойку? Значит, не готовился к урокам. Значит, на уроках себя плохо вёл, плохо слушал. Дальше. Бегает после занятий. Не дома сидит, учит, а бегает по улице. Ну, что делаем? Сокращаем время прогулок, ну, пока не исправит оценку. Ну, и традиция, знаете, у каждого своя. Получишь пятёрку, что? Получишь что-нибудь вкусное или там в кино пойдёшь. А нет, получишь, ну, будешь сидеть, пока не выучишься. Ну, я говорю неправду сейчас. Это наше мышление. Есть что-то, и это плохо. Двойка – это плохо. Это нехорошо. Ну, давайте мы посмотрим немножко на библейское мышление, ну, скажем, на еврейское мышление. Оно немножко отличается от греческого мышления. В нём тоже есть логика, в нём тоже есть причинно-вследственная связь, но оно немножко по-другому. Смотрите. Итак, опять же тот пример. Двойка в школе. Хорошо. Очень хорошо. Это прекрасно. Я знаю, что я теперь могу... В чём проблема моего сына и дочери. Я знаю, где я могу помочь ей. Я знаю, что вот здесь она плохо знает. Значит, надо что сделать? Надо её подтянуть, надо ей помочь. Всё. Совсем по-другому мышление. По-другому ты думаешь. Ну, хорошо, но не получается у неё с математикой. Ну, не с математикой, но плохо. Ну, что делать? Зато какая она в литературе сильная. Что мы делаем? Мы развиваем гуманитарочку. Мы развиваем... И, ну, не будет у неё высшего образования, чтобы она стояла на рынке, как, знаете, один с высшим образованием на рынке. Зато она будет прекрасной, это Марк Триса. Она будет, ну, хорошо, ну, знаете, развитый человек. Это классно. Это хорошо, когда ваш ребёнок, ну, когда ваш ребёнок не боится. То есть, еврейское мышление, в чём библейское мышление заключается? Оно не учит детей бояться делать ошибки. Понимаете? Нас учат бояться делать ошибки с детства. Что-то неправильно сделал – наказали. Что-то не то сделал – а ладно, не буду делать. А вдруг опять получится та же самая история. Понимаете? Ну, скажите, ну, это примеры. В реальной жизни так не работает, такого не бывает. Ну, я понимаю вас. Но, вы знаете, исходя из статистики, почему-то у евреев очень... Сейчас как... Самый большой процент нобелевских ауриатов. Вот с такой нерабатывающей моделью, как я говорю, у них очень много. Почему? Потому что с детства их учат не бояться делать ошибки. Их учат нестандартному мышлению. Ну, то есть, видеть какие-то вещи и делать не так. У нас, как в греческом, наказание, да, преступление и наказание. Белое, черное. А здесь наоборот. Это произошло? Хорошо. Это произошло. Делаем вывод из этого и больше этого не делаем. Продолжаем путь. Продолжаем, идем дальше. А теперь, смотрите, в нашей жизни то же самое происходит. Я не буду этого делать. Я уже это делал сто раз, не получилось. А я делал, а мне наказали. А я делал, а мне не приняли. Я пришел, сказал, а мне сказали, а кто это такой, иди отсюда. Все, не буду. Буду сидеть себе спокойно, в своих обидах, в своих страхах. Буду сидеть, сожалеть об этом, причитать о будущем. Понимаете, это не работает. Библейское мышление, вообще мышление, должно быть немножко по-другому. Это мышление действия. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Там не написано ожидание того, чего ты хочешь. То есть, вначале у тебя должно быть что-то, что ты ожидаешь. У тебя должна быть цель, которой ты идешь. А потом ты начинаешь эту цель осуществлять. И ты должен быть уверенный в невидимом. А кто такой невидимый? Ибо всякий, приходящий к Богу, должен быть веровать, что он есть. Правильно? То есть, когда мы получаем от Бога какую-то цель, мы начинаем к ней идти. И посмотрите на жизнь Моисея. Ну вот, я вот просто краткий такой экскурс проведу, очень краткий. Родился в семье рабов. Правда? Родился в семье рабов во время очень плохое. Геноцид был. Геноцид был. Убивали детей. Просто убивали младенцев. Он родился в это время. Потом что? В семье он родился. Левия. Ну, можно сказать, ну, почетная семья. Ну, в то время это было немножко по-другому. Вы помните, что сделал Левий брат Симеоном, да? Они город вырезали. Ну, и понятно, что... Что же за семья такая? Ну, хорошо. Семья у них странная там. Хорошо, родился он. Потом маленьким его бросили, скажем так, по-другому, чтобы спасти жизнь на берегу Нила. Он был воспитан в семье фараона. Дочери фараона, извините, я поправлюсь. Где его не считали за своего. Где он всегда ему напоминали, что ты чужой, ты пришлый. Проходит время. Проходит время. Он бежит из Египта, потому что его и свои уже не принимают. Когда он наконец-то в 40 лет вспомнил, то есть до этого времени он не помнил. Жил себе там, не то жил, потом 40 лет резко. Оп! Да ты же еврей, и я тоже еврей. Нет. Послушайте. 40 лет он бежит. Он теряет все. Приходит в землю медианскую. Все, кажется, налаживается. Женится. Все супер. Дети появляются. 80 лет. Пасет стада от тестя своего. У Иосифа 3 года надо было. Там нет. 7 лет надо было, чтобы свои стада прииметь. Помните. Ой, у него есть. Якова, извините. Помните, да? У Лаванна он служил. Он приумножил ему богатство. Еще и себе получил. А здесь человек 40 лет. Пашет, 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 пашет. И ничего. Овцы, тесть от твоего. Хорошая жизнь. Слушайте. Идет дальше. Приходит Господь, говорит, иди в Египет. Иди, иди, давай. Он говорит, не пойду. В конечном итоге Бог его заставил, выпер его в Египет. Но может мой взгляд немножко нетрадиционный, но простите, это мой взгляд. И он говорит, иди в Египет. Выводи народ мой из рабства. Но я сделаю так, что фараон тебя не будет слушать, а я еще его сердце ожесточу. Хорошая перспектива, слушайте. Идет он туда, выводит он народ, а народ не слушается. Народ бунтует. Кора, Корей, да, приходит, говорит, ты кто такой вообще? Мы все такие хорошие. Потом его лучший брат уже Аарон, уже Мирьям. И потом он еще стоит на этой горе, и ему Бог говорит, ну все, вот тебе наконец-то вишенка на торт. В землю ты не войдешь. Тут можно, наверное, не то, что в депрессию впасть. Тут можно сказать, не хочу я такой жизни. Но вот почему-то, мне знаете, странно, что все люди вот так хотят быть Моисеями, там, Павлами, знаете, вот иметь дар, силу, знаете. Но я так смотрю на их жизнь, не очень-то как-то веселая жизнь. Но знаете, тут очень хороший секрет, как ты об этом думаешь. Я специально говорю о мышлении. Потому что все, что происходит с тобой, это происходит. Самое главное, это что было? Это было служение Богу. И Моисей, он служил Богу не за награду. Он служил, потому что уже само служение Богу было наградой для него. Вы понимаете? Все то, что происходит, как пишет книга Экклезиаста, оно все суетно. Оно было, и оно пройдет. Сегодня мне плохо, завтра мне хорошо. Но все всем Бог. Бог, который проводит меня через испытания, делает мне силы, дает мне силы, укрепляет меня. Понимаете? И это мышление. Смотрите. Самое главное. Сейчас, секундочку. Я просто... Смотрите. Если бы Моисей думал логически, он бы давно все бросил. Он бы даже в Египте не полез бы драться туда. Он подумал, зачем я туда полезу? А вдруг меня выгонят? А вдруг не получится? Лучше я буду иметь свой кусок хлеба на вашем... Ну, ваш кусок масла на свой кусок хлеба. И колбасу сверху. И все хорошо. Но он почему-то лезет, делает. Понимаете? Это логика. Но Авраам не думал логически. Бог говорит, выйди из земли сей. И он послушался. И это вменилось ему в праведность. То есть, наше мышление должно быть в доверии Богу. Мы можем падать. Мы можем подниматься. Мы можем проходить трудности. Но во всем Бог. Как Павел писал. Что я не делаю, да? Все через Него, для Него. И все им. Все Бог. Бог, который есть вокруг нас, который в нас. Смотрите. Во времена Нового Завета, в принципе, не изменились. Часто можно слышать, что-то надо делать. И, к сожалению, часто это лозунги. Помните, как писал апостол Павел Рэбе Шаули? О, если бы вы царствовали, и я бы с вами. Я верю, знаете, я верю, что если Бог показывает вам что-то плохое в другом человеке или в служении, это для того, чтобы изменить эту ситуацию. Это похоже на визит к доктору. Вы приходите к доктору, и он видит в тебе то, чего ты не видишь. И, ну, на самом деле. Ты приходишь, он говорит, у вас проблема. А ты вроде бы нормально все. И эти знания нужны ему не для того, чтобы ходить по улицам и говорить, а, Иванов больной, а Сидоров вообще доходит. Для того, чтобы помочь, чтобы вылечить вас. То есть плохая, кажется, ситуация, да? Итак, смотрите, если Бог открывает тебе наготу твоего брата, только для того, знаете, зачем это? Чтобы вы ее прикрыли в молитве. Если Бог открывает вам какую-то неудачу в служении, вы видите, что что-то не получается, это для того, чтобы ты встал и закрыл щель, чтобы она не текла. Тяжелого служения, не своего. Понимаете? Все очень просто. Мышление, библейское мышление, оно толкает нас на действие. На действие и доверие Богу. Можно верить Богу, но можно Ему не доверять. Мы можем верить, что Бог есть, но когда Он говорит, выйди, оставь, мы подумаем, не, 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 логически это неправильно. Логически ты должен мне дать подтверждение, ты должен мне дать 28 человек, 15 еще денег, и я тогда пойду. Но Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему. Бог хочет, чтобы мы доверяли и были открыты принимать Его. И наши действия способны изменить мир. Это был Моисей, который пошел и сделал то, что сказал ему Бог. Это был Авраам, который вышел. Это были апостолы, которые оставили все и пошли за Ишуа. Понимаете? И смотрите, самая последняя мысль. Если Бог дает нам увидеть что-то, Он отдаст и понимание, как это изменить. То есть, если я вижу, что человек сломал руку, то Он даст мне понимать, я буду понимать, что ему нужно эту руку перебинтовать, хотя бы зафиксировать, ну, на первое время, а потом отвезти к врачу. Понимаете? Ну, для чего? Диагноз без лечения не исцеляет болящего. И если Бог дает понимание момента, Он дает видение, что делать. Это начинается с маленького. С маленького. Я хочу помочь людям. В чем? Я хочу, чтобы люди умели молиться. Что для этого я могу сделать? Я начну молиться сам. Я хочу молиться, чтобы Бог давал людям желание. А потом я подумаю, ага, а есть люди, кто знает, как, ну, умеют молиться. А давайте мы сделаем с вами, ну, не знаю, семинар и пригласим людей. Давайте вместе. И мы научим этих людей. А потом, когда уже люди научатся, давайте мы сделаем другие молитвы, давайте мы будем молиться за других людей. И вот так с одного, с одного, с одного ты раз смотришь, и получилось что-то грандиозное. Понимаете? Но такого нету, что, ох, я бы хотел, чтобы что-то было, но чтобы что-то, как это, ну, вот надо. А как это? Как это? Бог показал Моисею на небе ковчег и сказал, видишь, красиво, красиво. Вот так, так, так сделаешь, вот эти люди будут тебе делать. Понял? Понял. Народ, вы поняли, да, собрали все деньги, принесли. Моисей говорит, хватит, уже много. И получился ковчег, получилась кинья. Понимаете? Это действие. Это не мышление, как бы, а как это будет? А если ты мне дашь денег, я построю с кинью. Я показал тебе, я дал тебе видение, начинай делать. Все остальное приложится. Все остальное я раскрою. Хорошо? И самая интересная и последняя мысль. Моисей не получил, ну, не вошел в землю обетованную. Моисей просто не вошел. Но это не означает, что он был расстроен. Это не означает, что он был огорчен. Потому что то, что он делал, это было, было действительно для него служением даром. Это было для него подарком. Это было наградой для него. Понимаете? Награда служить Богу. Награда. И это привилегия служить Богу. Я знаю, что многие, ну, не знаю, многие, наверное, может, кто-то есть, и я когда-то так думал, что, а, вот эти там, они себе позанимали, там места лучшие, они там себе. Послушайте, это неправда. Начните делать малые шаги. И вы увидите, как дорога, которая казалась неопределимой, она будет пройдена. Начните делать маленькие, маленькие шажки. И ваши мечты, которые у вас есть, исполнятся. Начните делать просто, не думать вот так, знаете, чтобы что-то произошло, нужно что-то, что-то. Не надо. Господь, я хочу Тебе послужить. Чем я могу Тебе послужить? Где я могу быть Тебе полезен? Понимаете? Вот и все. Вот это было мышление. Вот это мышление, которое меняет наше восприятие мира. И которое меняет мир. Это тот же Розенберг, который был в Одессе, который приехал сюда, который начал здесь общину. И потом его ученики поехали в Кишинев, поехали в другие страны мира. И сейчас, может, даже никто и не знает об этом, но многие общины, благодаря тому, что в Одессе одна, что человек приехал сюда. Понимаете? Поэтому благословит нас Господь, быть не диагностными, ставящими диагноз, но быть делателями. Делателями на Божьей Неве. И главное не бояться. Не бояться падать, потому что Он подымет. Не бояться, что тебя не примут, потому что Его не принимали. Главное, чтобы Бог принимал вас. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok